Мы будем говорить о профилях коммуникационный дизайн и арт-дирекшн, современное искусство и предметный промышленный дизайн. Мы сегодня обсудим с вами то задание, которое выдано участникам по каждому конкретному профилю. И я сразу же объявлю последовательность, в которой мы будем представлять профили. Мы начинаем с профиля современного искусства. Второй профиль коммуникационный дизайн и арт-дирекшн. И предметный промышленный дизайн у нас будет завершающим. Мне хотелось бы в самом начале сказать о том, что существует Олимпиада шестой год. За это время многие ее участники стали студентами разнообразных программ магистратуры. И это очень важно и полезно, принять участие в таком профессиональном состязании. И я попрошу своих коллег, когда вы начнете говорить, коснуться как задания на Олимпиаду, так и того, что происходит на этих программах магистратуры, кого мы готовим, кого мы ждем, как у нас организовано обучение, для того, чтобы наши слушатели смогли сориентироваться. Значит, итак, первый профиль современное искусство. Его представит Александра Старусева-Першеева, которая расскажет о задании, о программе практики современное искусство. Значит, и Александра, профессиональный искусствовед, курирует всю программу современное искусство. И помимо этого еще и весь блок по истории искусства и дизайна, и кандидат искусствоведения. Значит, Александр, вам слово, рассказывайте. Вы можете писать свои вопросы в чате и задавать их. Мы увидим и обязательно ответим. Пожалуйста. Спасибо большое, Лена Викторовна. Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, уважаемые участники Олимпиады. Позвольте сказать несколько слов о программе практики современного искусства, которую я сегодня представляю. Это академическая магистрская программа, которая одновременно дает хорошие глубокие знания по истории и теории современного искусства и помогает студентам улучшить свою художественную практику, если они уже художники, или успешно начать свою практику, если на уровне бакалавриата у вас была другая направленность, другая специальность. Именно поэтому в Олимпиаде «Высшая проба», простите, в Олимпиаде «Высший пилотаж» у нас есть два этапа, две составляющие. Одна из этих составляющих больше ориентирована на историческую, теоретическую рамку, другая же часть больше направлена на творческое начало. И вот таким образом мы достигаем того самого состояния гармонии и баланса, которое для нашей образовательной программы очень важно. Пользуясь случаем, скажу несколько слов о том, что в школе дизайна в принципе уделяется достаточно большое внимание теории, потому что мы прекрасно понимаем, что художник, дизайнер, творческий человек обязательно должен быть человеком эрудированным, насмотренным. Поэтому у нас существует довольно широкая линейка дисциплин, которые ориентированы на погружение в тот или иной узкопрофессиональный контекст. Будь это история современного искусства, история графического дизайна, история архитектуры, интерьера, мы обязательно предложим нашим магистрантам выбирать те теоретические блоки, которые для них актуальны. И, соответственно, ждем, что вы будете строить вашу практику, вашу художественную практику, вашу дизайнерскую практику на основании полученных знаний. И в задании, которое мы сегодня обсуждаем, эта тенденция тоже нашла свое выражение. Если вы обратите внимание на то, как задание формулируется, вы сразу это почувствуете. Сейчас я попробую поделиться экраном. Надеюсь, все идет хорошо. Коллеги, подскажите, кивните. Видно мой экран? Все хорошо. Спасибо большое. Итак, вот формировка нашего задания по дизайну для поступающих в магистратуру. И на профиле современное искусство нужно сделать работу на тему рождения нового искусства в 21 веке. Взгляд из дня сегодняшнего в день завтрашнего. И здесь подразумевается, что вы, с одной стороны, выбираете некое явление в классическом искусстве, которое вас вдохновляет, и, с другой стороны, выстраиваете вектор в сторону будущего. Показываете связь. Вчера, сегодня, завтра. Используя те темы, те технологии, те подходы, которые вам близки. Говоря о той или иной культурно-технологической тенденции, мы видим здесь перечень. Но он, конечно же, неполный. Он, конечно же, приблизительный. Мы говорим о цифровизации, виртуальных вселенных, космических путешествиях и так далее. Это примеры. Примеры того, о каких проблемах может идти речь. И далее идет уже история про критерии оценивания вашей работы, главным из которых является, конечно же, концептуальная целостность и стилистическое единство. Мы говорим о том, что в обязательном порядке произведение ваше должно быть серией. Это должна быть история, созданная из нескольких образов, скомпонованная гармонично, целостно, выразительно, для того, чтобы раскрыть заявленную вами тему. Да, и сейчас, прошу прощения, я буквально на одну минуточку отключусь, передам слово коллегам, потому что есть один маленький организационный вопрос. Сейчас я отойду и вернусь. Итак, продолжаем разговор. Александр к нам вернется. Пишите ваши вопросы в чате. И я передаю слово Леониду Славину, который является дизайнером, арт-директором, человеком с большим опытом педагогической работы, куратором профиля коммуникационного дизайна и арт-дирекшн. Леонид, вам слово. Добрый вечер всем. Значит, да, меня зовут Леонид Славин, и я, как бы, представляю здесь курс магистратуры арт-дирекшн. Значит, чем мы... Полминуты про курс, как бы курс коммуникационный дизайн, это курс, на котором вы и вас учат именно заниматься дизайном. Какие-то, да, много какой-то, да, технического обучения и так далее. Арт-дирекшн – это курс, где на входе мы ждем дизайнеров, то есть людей, которые уже, как бы, да, что-то умеют, владеют какими-то, по крайней мере, техническими там программами. И мы стараемся из них сделать как бы людей, которые могут решать более общие задачи, работать в агентствах в качестве там арт-директора, там, джуниор-арт-директора и так далее, и так далее. Вот, то есть, стать на пару ступенек выше. Теперь по поводу задания. Значит, задание у нас традиционно – это система идентики, то есть фирменный стиль какого-то мероприятия, ивента. И вот в этом году это, внимание, как бы любой фестиваль или ярмарка, посвященный еде. Значит, тут огромный диапазон на ваш выбор. Во-первых, это может быть реальное или вымышленное какое-то, да, мероприятие, событие. Это может быть фестиваль какой-либо этнической кухни, уличный фестиваль фудтраков, ярмарка на масленицу, какой-то фестиваль вегетарианской еды. Значит, или, в общем, любое мероприятие, любой ивент, относящийся к теме еды. И, значит, в состав проекта должно войти. Вот смотрите, любая идентика, любой фирменный стиль это набор каких-то элементов графических, шрифтовых и так далее, и правила работы с ними. То есть, ваш проект это какие-то основные константы, постоянные элементы стиля, и не менее пяти, вот у меня написано, различных информационных и рекламных носителей разного формата и назначения. Ну, собственно говоря, вот айдентика, какой-то визуальный брендинг, кампания или события, это то, что мы с вами много раз видели. Вот. теперь несколько вещей, которые я хочу сказать вокруг. Я, давайте я начну с конца, потому что вы сделаете что-то, пришлете, опубликуете, и мы это будем смотреть. И, в общем, я думаю, что очень важно вам понимать, как мы смотрим, как мы это оцениваем. Обычно на строе или четверо мы не советуемся даже друг с другом, вот, чтобы быть более объективными. Значит, ну, критерии, как бы, вот в положении о конкурсе вы все прочтете, но есть несколько таких основных. Это понимание задачи, то есть такая формулировка, да, что вы делаете. Концептуальное решение, это то, что вы придумываете. техническое воплощение, это то, как вы это сделали. И презентация, как вы это рассказываете. Значит, я честно вам скажу, что с одной стороны, конечно, мы прежде всего смотрим на вот эту визуальную идею, концептуальную составляющую, как вы это придумали. Вот, но, и в общем, это, наверное, самое важное. но, конечно, вот ваши технические скиллы, как вы это сделали, это влияет тоже очень сильно. Я даже не могу сказать, что важнее. Вот, что касается презентации, когда вы показываете вашу работу, это тоже визуальная коммуникация. И постарайтесь избежать большого количества текста, потому что это сразу, когда на это смотрят люди, такое ощущение, что вы не доверяете тому, что вы сказали визуально. Вот, текста по минимуму. Никаких, пожалуйста, декоративных, украшательских элементов. Я такое видел, это сильно отвлекает от того, что вы сделали. То есть, ваша презентация должна быть внятной, убедительной, чистой, без каких-то лишних слов и элементов, так, чтобы мы получили такое же удовольствие, когда вы это делали. Вот, я, когда я говорил о концептуальном решении, смотрите, наверняка все те, кто нас сейчас слушают, в том или ином виде учились дизайну или сами пришли, занесло вас в этот мир. и вам наверняка много говорили про то, что существуют какие-то инструменты визуальной коммуникации, дизайна, ритм, пропорции, цвет, работа с шрифтом, типографика. Когда, если мы с вами встретимся в начале года, то мы будем говорить о более каких-то общих инструментах, это символы, узнаваемые нами как слова этого визуального языка, это композиция как сюжет, и это графический язык как интонация сообщения. И все это сводится, в общем, к двум важным вещам. Первое это визуальная метафора. Вы будете делать проект на тему еды. Значит, обратите внимание, когда вы входите в любой магазин, где этой еды много, то каждая упаковка, каждая визуальная коммуникация рассказывает вам что-то свое. Не про еду, потому что в общем и так понятно, что на одной полке стоит один и тот же продукт, йогурт, я не знаю. Кто-то рассказывает про здоровье, кто-то про натуральность, кто-то про витамины, какие-то товары вам рассказывают про экзотику. Собственно, вы все это знаете. Можно продавать таким образом какие-то довольно далекие вещи, общение, любовь, дружбу. И вот когда вы сформулируете как визуально это передать, это визуальная метафора. потому что вы понимаете, что на масленичной ярмарке люди приходят не только есть блины, но и получить какую-то свою атмосферу. То есть также на ярмарку какой-нибудь фестиваля этнической кухни тоже люди приходят не съесть свой фобой или что угодно, а окунуться в какую-то определенную визуальную коммуникацию атмосферу. И это очень важно. И в зависимости от этого вы выбираете какой графический язык вы будете использовать. Потому что вы понимаете, что один и тот же символ, одна и та же картинка сделанная из баллончика на стене граффити или нарисованная от руки кистью или сделанная в векторной программе это совершенно разные интонации. Ну собственно точно так же как и в разговоре разные люди разные слова произносят с разными интонациями. Вот наверное я все рассказал. Нет, последнее скажу. Значит поскольку задача именно на систему айдентики как бы помните что как бы в любой визуальной системе существуют разные точки контакта. как бы это может быть и какой-то первый экран на компьютере лендинга. Это может быть плакат. Это может быть огромная виниловая растяжка. То есть это коммуникация которую люди встречают в разных ситуациях в разных местах с разной информацией и ну просто разного масштаба по размеру разного и как бы очень всегда интересно как эти элементы распределяются как разверстываются какие-то до константы стиля на разные носители и понятно что на каком-нибудь там бэджи работника этого мероприятия не должно быть повторения того что вы делаете на плакате который вроде бы в тех же пропорциях но гораздо больше и вот эта как бы структура это очень важно мы тоже на это смотрим вот думаю что я сказал все спасибо к нам возвращается Александра Першеева спасибо большое Лена Викторовна да я здесь извините у меня были небольшие технические накладки с демонстрацией экрана и я хотела сделать так чтобы все было видно корректно итак продолжаем я профессионал современное искусство и я рассказала только что о том как важен баланс между практикой и теорией мы поговорили про отборочный этап где была тема связанная с искусством будущего 21 века а теперь собственно подойдем к этапу заключительному сейчас я пойму как поделиться экраном так чтобы это было корректно одну секундочку вот оно это окно пожалуйста коллеги дайте знать что все видно прием прием все хорошо отлично итак заключительный этап по направлению современного искусства современное искусство это серия работ на тему точка опоры и вот здесь как раз очень важен тот же самый элемент контакта между прошлым и будущим нужно выбрать для творческого высказывания одну из точек в истории развития человечества любую на ваш выбор это должна быть та точка тот может быть памятник или та эпоха или тот стиль в котором вы видите что-то для себя очень ценное и значимое для современной культуры вы берете это как точку отсчета и дальше на этом строите свое творческое высказывание обратите внимание важно что это не обязательно должен быть оммаж да то есть посвящение с конкретными там элементами например подражания тому или иному художнику классического периода совершенно не обязательно ваша работа может лишь слегка намекать на ту эпоху или на того мастера это может быть ассоциативная связь связь тонкая главное чтобы она прослеживалась даже если это метафора отлично раскройте ее и сделайте так чтобы это было для нас хорошо заметно в качестве примера могу привести подобную работу у наверняка знакомого вам художника Такаши Мураками знаете его как мастера такого современного поп-арта с разноцветными яркими картинками в стиле аниме так вот он в начале своего творческого пути работал с образностью классического японского искусства он брал в качестве точки опоры ширмы гравюры живописные изображения периода Эдо да это 17 век 18 век это то что составляет такой вот культурный код основу его национального искусства и именно оттуда дальше он уже выстраивал собственную художественную стратегию как современный художник один из можно сказать наиболее успешных в глобальном международном контексте живописцев и мастеров такого мультимедиа когда вы создаете вашу творческую работу жанр и техника на ваше усмотрение для нас самое главное чтобы вы развернуто ясно и полно показали вашу работу презентация важна для нас важно чтобы она была сделана аккуратно чтобы она была понятной четкой и отвечала задачам вашего художественного высказывания здесь вы видите требования презентации они для нас стандартные из года в год они практически не меняются так же как остаются прежними и критерии оценивания где концептуальность и стилистическое единство идут под первым и вторым номером потому что именно эти два критерия для нас очень важны мы хотим чтобы вы продумали ваше художественное высказывание чтобы вы сделали его цельным развернутым убедительным если есть какие-то технические огрехи это не страшно мы прекрасно понимаем что к нам на программу практики современного искусства поступают люди которые может быть пока не имеют художественного опыта может быть вы еще не виртуозный живописец но хотите им стать отлично самое главное покажите ваше стремление покажите вектор ваших размышлений и вашу точку опоры в этом случае проект мы будем считать удачным большое спасибо это основное что я хотела сказать и буду рад ответить на ваши вопросы если они возникнут итак большое спасибо Александра и я передаю слово Марии Степановой которая расскажет о задании на профиль предметный промышленный дизайн да добрый вечер у нас повышаются ставки со вторым этапом первое задание было менее детализированным более таким вольным но поскольку промышленный дизайн это всегда тема сложная она учитывает очень много разных аспектов мы дали возможность проработать первоначальные идеи более глубоко поэтому от вас не требуется сейчас разрабатывать с нуля какую-то новую концепцию вам достаточно углубить и усилить презентацию того что вы уже сделали например вы можете изучить чуть больше технологию предоставить нам больше информации о конкретных материалах которые вы используете в своем проекте усилить проект брендом или например какими-то рекламными материалами визуализациями в контексте максимально сделать ваш объект осязаемым для внешнего зрителя максимально понятно донести концепцию для кого это какая судьба у него может быть и конечно же не отклоняться в этом плане от брифа про наше обучение тоже кратко расскажу у нас практик ориентированный подход вы всегда учитесь применяя сразу же какие-то новые инструменты на проектирование в первый год обучения магистратуре у вас будет 4 модуля а это значит 4 разных кураторских проекта посвященные разным темам различных сфер встречающихся индустрии например в первом модуле вы разрабатываете объект мебели во втором работаете со светильниками в третьем объединяйтесь в команды и создаете девайс из мира умных вещей и в четвертом у нас идет коллаборация с внешним брендом в этом году это будет спортмастер и мы будем работать над созданием спортивных товаров это не значит что спортмастер заберет все результаты модуля и тут же понесет на фабрику отшивать и производить в огромных количествах но это определенно ценный опыт для вас как начинающих специалистов поработать вместе со старшими дизайнерами одной из крупнейших дизайн студий которые есть сейчас на второй год вы уходите уже на создание диплома и здесь вы можете работать абсолютно с разными вещами например вы можете задумать свой стартап и разрабатывать проект под него вы можете создавать ну например какую-то линейку мебели под авторским брендом вы можете найти коллаборацию с существующим брендом или компанией и разработать что-то по брифу в такой взаимной работе и показать себя как дизайнер интересный для этой сферы для этой области и сделать сильный проект вашей портфолио глубоко проработанный для дальнейшего трудоустройства плюс помимо основных кураторских дисциплин у нас есть сильный блок по истории дизайна которым уже вначале сказала немножко Александра у нас усилена работа теоретическая практическая работа в лаборатории Шухов Лаб это одно из подразделений вышки там у вас будут свои задания на познание материала физически то есть вы ограничены не общей темой идеи продукта а именно технологией например в этом году в первом модуле мы работали с листовыми материалами во втором перешли в объем и использовали аддитивные технологии то есть 3D печать и каждый раз создавали свой какой-то продукт с цельной концепцией третий модуль общий потому что тема девайсов она сложная объемная поэтому идет работа в командах и в шухов лаб вас научат заставить реагировать всю эту электронику на происходящее вокруг и действительно выдавать результат то есть у вас будет абсолютно функциональное изделие на выходе а в четвертом модуле вы познакомитесь с технологиями литья вкратце так подробнее всегда можно найти наши странички профиля и пользуясь случаем хочу вас пригласить на открытие выставки дизайн фьючерс синестезия в нашей галерее это малая пионерская 12 9 марта покажем как раз результат работы нашего направления а также коллег с ювелирного дизайна и ребят с других направлений кто создавал какие-либо предметы в рамках своего обучения приходите всем будем рады проведем какие-нибудь экскурсии у меня все спасибо так у нас есть один единственный вопрос Леонид и он к вам можно ли поступить на магистратуру арт-дирекшн не имея бакалавриата связанного с дизайном и сразу же второй чем отличается коммуникационный дизайн и арт-дирекшн по дисциплинам и есть ли базовый уровень для студентов с других вузов значит поступить в магистратуру можно не имея профильного образования то есть как бы важный момент чтобы у вас был бакалавриат какой-то но мы не требуем чтобы это обязательно было профильное вы можете закончить технический вуз гуманитарный какой угодно чем отличается значит смотрите я с этого начал вообще на коммуникационный дизайн вы приходите для того чтобы переменить свою судьбу начать новую жизнь и получить новую профессию значит если вам это интересно вы приходите учиться коммуникационному дизайну и как бы вас учат с тем чтобы вы стали дизайнером мы наоборот мы принимаем дизайнер то есть у нас конкурс портфолио мы смотрим что вы делали что вы делали если вы учились этому учебные работы если нет просто какие-то ваши работы а может быть вы уже скорее всего мы это очень приветствуем работали где-то что вы делали как бы для реальных клиентов и мы смотрим насколько это интересно насколько вы технически подкованы и насколько как бы то что вы нам показываете достаточно разнообразно как вы работаете с типографикой как там я не знаю с изображениями с разными форматами и так далее вот ну вот собственно наверное я сказал причем нет давайте я добавлю тут речь идет пожалуй скорее вот это наш конкурс портфолио не потому что как бы если там у вас оно слабовато для нас что мы не хотим чтобы вы учились мы смотрим насколько судя по тому что вы уже делаете вам будет полезно учиться эти два года и еще ко мне вопрос можно ли использовать qr-код ссылку на лендинг или лучше сделать его визуализацию в рамках презентации лучше сделать его визуализацию в рамках презентации если речь идет о вступительных экзаменах потому что ну вот чем как бы удобнее будет нам и однообразнее как бы смотреть всех тем лучше вот спасибо вот есть вопрос есть ли базовый уровень для студентов других вузов ага еще вопрос я прошу прощения идут какие вот значит есть ли примеры работ фестивалей и какие самые частые ошибки допускают в айдентике примеры работ фестивалей ну посмотрите их очень много вот то есть это в общем каждый год в разных странах городах проходит очень много такого посмотрите как это бывает вот хотя бы чтобы не повторяться вот и какие какие самые ошибки частые ошибки допускают в айдентике одно я сказал наверное это значит в любой айдентике есть разнообразное разноформатное и как бы разное по назначению носители вот как бы очень интересно как бы да вот представить представить себе такую структуру где например там в наружной рекламе вы используете фотографии это пример конечно а на каких-то носителях которые мы берем в руки как бы их нет то есть такой не повторять одно и то же как бы да на всех плоскостях которые вы делаете вот а вот как это распределить это очень интересно вот если ярмарка еды посвящена тематике фильма можно ли использовать образы его персонажей в айдентике очень хороший вопрос я думаю что вот в такой учебной работе можно вполне суд на вас подавать будет некому у меня все пока так замечательно очень много вопросов и все по делу так уважаемые зрители есть ли еще вопросы к нам подумав так как будет проходить заключительный этап значит рассказываю как будет проходить заключительный этап значит вы загружаете ваши проекты комиссия отсматривает ваши проекты и назначается расписание защит проектов которые будут происходить в апреле месяце заранее предсказать какое будет это расписание мы не можем мы не знаем какое количество будет загружено по каждому профилю потому что в зависимости от того сколько ребят загрузилось столько мы и будем соответственно делать дней и временных промежутков когда будут проходить защиты значит с членами комиссии разговаривает участник олимпиады показывается ваша презентация вы коротко рассказываете о проекте о том на что необходимо обратить внимание мы даем вам свои рекомендации общаемся с вами вы получаете такой развернутый фидбэк по тому проекту который вы загрузили вот это основное значит пока я больше вопросов не вижу вот ну в любом случае наш с вами общение было полезным вот и мы желаем вам всяческих успехов в подготовке задания второго этапа и в защите самого проекта если вы мои дорогие коллеги вы хотите что-то сказать добавьте вот если мы уже все сказали то тогда давайте потихонечку завершать наш вебинар спасибо вам большое за внимание спасибо моим коллегам за понятные и подробные рассказы всего вам доброго наш вебинар завершен есть еще вопрос скажите в заключительном этапе бонусы при поступлении значит смотрите участие в заключительном этапе участник заключительного этапа имеет 25% скидки при поступлении на коммерческую форму программы медалисты имеют право поступления вне конкурсного и победители имеют право на скидку в 70% призеры олимпиады на скидку в 50% а как я уже сказала участники заключительного этапа на скидку в 25% так запись вебинара безусловно можно будет найти на сайте олимпиады так смотрю еще вопрос скидка фиксированная да эти скидки предоставляются на два года обучения они не рейтингуются конечно эту скидку можно потерять если получать двойки и тройки вот но в целом это скидка которая будет действовать все два года ну поскольку больше у нас вопросов не появляется вот мы прощаемся с вами всего вам доброго до встречи на защитах проектов на заключительном этапе до свидания всем удачи до свидания